Добрый вечер! Вы на Щелковском. Это диалог в прямом эфире. И, как всегда, позвонить к нам в студию можно по телефону 71440-71450 и задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов. Добрый вечер, Дмитрий Логинович. Добрый вечер. Тема у нас сегодня с вами интересная, очень важная, очень такая актуальная. Это медицина. Медицина и, в частности, конкретные вопросы, касающиеся того, что сегодня происходит в этой сфере в нашем городском округе. Ну, раз уж мы сказали, что вы директор Щелковской областной больницы, давайте поговорим о том, как, собственно, образовалось это учреждение. И о процессе так называемой реорганизации, которая началась в 2019 году и продолжается, будет продолжаться в 2020. Что же это за реорганизация такая? В Щелковском городском округе у нас с вами было 12 медицинских организаций, являющихся самостоятельными юридическими лицами, со своими руководителями, службами. Процесс реорганизации, запущенный в 2019 году, предполагает два этапа. В первом этапе это объединение учреждений, имеющих коечный фонд. Это пять наших учреждений, это бывшие первые и вторые больницы, больницы поселка Фрианово, города Лосино-Петровский. И второй этап это присоединение к уже вновь образованному учреждению Щелковской областной больницы, больницы в Монино и всех амбулаторно-поликлинических организаций. На настоящий момент, а точнее в октябре прошлого года, мы завершили первый этап и уже работаем как Щелковская областная больница. И планируем уже завершить начавшийся второй этап к концу марта этого года. Таким образом, в этом объединении у нас будет те 12 юридических лиц, объединенные в одно, в Щелковской областной больнице. Вот те моменты, которые, скажем так, позитивно, в позитивном плане, как отразится в позитивном плане эта организация, реорганизация, что она даст жителям, какие возможности расширит, какие возможности. И может быть есть какие-то отрицательные моменты, о них тоже нужно сказать. Может быть это где-то усложнит какие-то процедуры. Все-таки давайте об этом поговорим. Ну, давайте больше поговорим, наверное, о положительных моментах, которые для жителей нашего округа будут плюсом. Это улучшение доступности медицинской помощи. Например, если наши жители были прикреплены ранее к какому-то больнице, например, к больнице поселка Фрианово, и там не было достаточно специалистов, либо их было недостаточное количество для своевременного оказания медицинской помощи, то сейчас жители могут воспользоваться возможностями каждого из филиалов вновь образованной больницы, то есть попасть на прием не только, ну так скажем, близко к своему дому, да, но может быть и в другой филиал, где есть доступность на настоящий момент. Это первое. Второе, это, конечно, улучшение доступности диагностических обследований. Не каждая поликлиника и больница раньше, ну она не могла себе позволить, так скажем, установить и использовать тяжелые оборудования, так называемые, такие как компьютерный томограф, либо современное рентген-диагностическое оборудование. Сейчас это оборудование в любом филиале доступно для любого жителя. Как вы правильно отметили, может быть, есть и неудобства. Это может быть вынуждено мера по доезду до филиала, но я считаю, что она перекрывается той возможностью для оказания медицинской помощи, пусть она будет даже отдаленная, но она уменьшает время, это первое, и, конечно, намного улучшает качество, потому что мы с вами вместе понимаем, что если оборудование работает практически в круглосуточном режиме, и там соответствующие специалисты, уровень этих специалистов мы можем себе позволить, более квалифицированных специалистов и соответствующую оплату труда им гарантировать и дать. И это улучшит для наших жителей качество самооказания медицинской помощи, что немаловажно. Второй принцип реорганизации, который закладывался во все документы, которые у нас есть, это принцип одно юридическое лицо, один муниципалитет. Это удобство управления, в том числе и нашим учредителям, Министерством здравоохранения и правительством Московской области, поскольку те поручаемые меры по программам, которые идут в рамках здорового Подмосковья, сейчас можно реализовать путем передачи нормативных документов и их реализацию сразу во всем городском округе, что было проблематично, имея 12 разбросанных учреждений и, соответственно, свое управление. Третий момент, который немаловажен, нужно отметить, что у нас реорганизация межмуниципальная. То есть помимо нашего городского города Щелкового учреждения округа, у нас в этом объединение в Щелковской областной больнице и медицинские уреждения городского округа Лосино-Петровске. То есть уже другого получается? Уже другого муниципального образования. Тем самым мы, безусловно, повышаем доступность жителей Лосино-Петровска к медицинской помощи и даем возможность использовать ресурсы медицинских организаций городского округа Лосино-Петровска для жителей Щелковского городского округа. Если я правильно поняла, все-таки цели и задачи этой реорганизации были таковы, чтобы все объединить для того, чтобы была общая некая база. Во-первых, доступ, который был бы доступен каждому жителю без вот этих дополнительных каких-то преград. И за все отвечал кто-то конкретный. И один конкретный, я так понимаю, руководитель. Правильно? Вы, безусловно, правы. И еще раз повторюсь, что эта реорганизация цель. Эта реорганизация – это повышение доступности. Повышение доступности. То есть для жителей, еще раз повторюсь, специалист, вид диагностических обследований и лечений, госпитализация в стационарной очереди, если это необходимо, доступны были вне зависимости от района проживания в рамках городского округа. Еще момент такой, все-таки уточнюсь. Раньше люди, наверное, многие помнят вот эти карты, да, карты пациента, которые велись. Сейчас тоже, видимо, в этом плане будет как-то все облегчено. Наверное, не надо будет человеку карту забирать из одного медучреждения, везти в другое. Как это все? В рамках реализации программы «Цифровая» в Подмосковье мы уже в течение 2020 года, по крайней мере, мы планируем в 2020 году завершить переход на так называемую электронную амбулаторную карту. Вы абсолютно правы, если человек выбрал организацию, вернее, филиал оказания медицинской помощи, я, к примеру, скажу, да, в бывшей второй больнице и поехал на обследование в бывшую первую больницу, сейчас это филиал номер один, то амбулаторную карту он просто даже физически не сможет с собой забрать на каждую консультацию. Это плохо и для специалистов, которой необходима история болезни пациента и данные обследования. Поэтому, еще раз повторюсь, в планах до 2020 года завершить переход на электронные карты и в момент приема в любой организации, это не только в нашем округе, это будет объединена вся система медицинских организаций, любой врач, ведущий прием, будет иметь доступ к предыдущим обследованиям либо лечению пациента для оказания качественной, своевременной медицинской помощи. Андрей Юрьевич, у нас звонок от зрителей, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, я живу в городе Щелково. У меня следующий вопрос. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, какие преимущества в связи с специалистом выявите после реорганизации? Спасибо за вопрос. Преимущество для вас, как для пациента, если мы говорим об этом, это возможность записаться к любому доступному врачу в любом из наших филиалов. Например, при обращении в поликлинику близко к вашему месту жительства и имея доступного специалиста в настоящий момент в другом филиале, вы можете это сделать при помощи трех видов записи. Это обращение в колл-центр губернатора, это запись через ваш личный кабинет на портале государственных услуг, и запись через администратор или бетерминал, установленный в каждой медицинской организации у нас в округе. В этом терминале или при любом способе записи вы выбираете ближайшее доступное для себя необходимое вам консультацию и лечение и проводите запись. Я думаю, что конкретно о записи мы еще поговорим. Хотелось бы уточнить, есть так называемая электронная запись, и очень много я читаю комментариев и каких-то отзывов о том, что иногда люди не могут записаться, или, допустим, записались, пришли, а тут уже сидит другой человек по очереди. То есть такие накладки получаются, случаются. Что делать человеку, если он не может пройти электронную запись, ну, допустим, или экстренно ему нужно оказать помощь? То есть в таких вариантах, когда человек по старинке привык прийти в больницу, чтобы ему оказали услугу, что делать? Ну, существует несколько путей. Первый, это все-таки обратиться в концерт губернатора, который, может быть, поможет записаться к необходимому специалисту в нашу округу. Это телефон какой-то общий? Это телефон общий, это телефон 8 800 550 50 30. Любой человек может обратиться, назвав номер своего страхового полюса, и оператор колл-центра ему окажет помощь в том вопросе, с которым человек обратился в рамках медицинской помощи. Если все-таки пациент не может записаться в настоящий момент, либо через свой личный кабинет, если он находится в поликлинике, он может обратиться к администратору, который расположен во всех медицинских организациях на первом этаже, то ему окажет ту же помощь, то есть либо найдет свободное место в другой организации, либо поставит в лист ожиданий. Что такое лист ожиданий? Бывает такое, что, да, действительно, у нас неограниченное количество специалистов и все места заняты. На настоящий момент наша цель и цель правительства Минздрава это обеспечить доступность первичной помощи, это приемы врачей-педиатров либо терапевтов в течение суток с момента обращения, а приемы врачами, так называемыми, узкими специалистами, в течение 10 дней с момента обращения. Бывает, и врачи, к сожалению, болеют у нас, да, бывают накладки, поэтому можно обратиться напрямую в поликлинику, если состояние, ну, как вы сказали, неотложное, то есть человек себя почувствовал плохо, и в каждом из наших филиалов, в каждом есть кабинет неотложной помощи, работающий в часы работы организации. То есть, если мы говорим конкретно по рабочим дням, это с 8 до 20 часов, по субботним дням с 9 до 15 часов. И врач, работающий на этом приеме, своевременно сможет оказать требуемую медицинскую помощь, либо направить сразу же в момент обращения к тому специалисту в соответствии с заболеванием, с которым обратился пациент. Коснулись мы темы полиса обязательного медицинского страхования, да, сегодня, в общем-то, люди, все, наверное, понимают, да, что это тот самый документ, который предоставляет возможность получить медицинские услуги соответственно, да, вот, собственно, этому полису. Для чего человеку он нужен, на ваш взгляд, и какие услуги сегодня гражданин может получить по этому полису? Бесплатно, мы говорим о бесплатном. Естественно. Наличие у гражданина полиса обязательного медицинского страхования дает ему возможность получить ту медицинскую помощь, которая предусмотрена территориальной программой обязательного медицинского страхования. Она утверждена и федеральными законами, но каждый год утверждается на региональном уровне, то есть у нас в Московской области. Это лечение всех основных заболеваний, в том числе и стоматологического профиля, оказание специализированной помощи, оказание неотложной и экстренной медицинской помощи, причем хочу подчеркнуть, что экстренной и неотложной будет оказана вне зависимости от наличия страхового полиса, и некоторые виды высокотехнологичной помощи, включенной в программу ОМС. Хочу сразу же заметить, чтобы наши жители понимали, что этот полис действует не только в городском ОМС, в Московской области, он действует по всей территории Российской Федерации. То есть помощь может быть оказана в любом регионе? Она должна быть оказана при наличии полиса в любом регионе, то же самое, как и у нас, потому что у нас проживают жители не только зарегистрированные в городском округе, но и на других территориях, в которых мы при наличии полиса, в том числе и наше медицинское учреждение, также оказываем весь спектр медицинской помощи. То есть это и диагностика? Полностью предусмотренная территориальная программа медицинская помощь, диагностика, лечение, профилактика. Не секрет, что сегодня люди, очень многие думают, что существует такое мнение, что в государственных клиниках и в государственных больницах не такого уровня обслуживания, как, допустим, в частных. Не знаю, миф это или правда. Я, слава богу, не часто хожу в учреждения здравоохранения, потому что, в общем, чувствую себя неплохо, но все-таки, на ваш взгляд, есть подтверждение некое этому мифу? Или это действительно миф? В настоящее время уровень государственной системы здравоохранения в Московской области и частной системы здравоохранения, на мой взгляд, абсолютно равен. Наверное, уже государственная система в части тяжелого оборудования и высокотехнологичных методов лечения превосходит частную систему. Это подтверждает то, что некоторые коллеги, наши врачи, работают как государственные, как частные центры. Тем самым подтверждают, потому что люди выбирают не только кошельком, но в медицинской помощи, в основном, качеством. И если врач работает либо в частной, либо в государственной системе, подтверждают, что, ну, как я и сказала, они примерно равны. То есть, я хочу подчеркнуть, что частная система, она предполагает финансовое участие пациента в оказании этой помощи, а государственная система, она предполагает то, что это лечение финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования. И обращающемуся пациенту из своего кошелька платить ничего не нужно. Ну, и главное, чтобы, знаете, специалисты, все-таки, вспоминается знаменитая клятва Гиппократа, да, когда все-таки врач, ну, не знаю, сколько это сегодня актуально, приносил клятву помогать и не вредить. И люди, которые работают в государственных учреждениях, они понимают, что в первую очередь они работают, скажем так, не за долгие, не для рубля, да, для долгого, а для того, чтобы помочь людям. И вот здесь, наверное, проявляется такая высокая, скажем так, значимость вот этого врачебного профессионализма. И люди идут, наверное, работать действительно вот в такие учреждения государственные, понимая, что к ним люди бесплатно поправить здоровье, чтобы им помогли. Вот этот момент важно сохранить, на мой взгляд. Здесь какой-то стимул должен быть у людей именно, наверное, духовный в первую очередь, да? Безусловно, но нужно понимать, что врачи – это высокообразованные профессионалы, которые не один год стремятся к тому, чтобы стать врачом в момент своего обучения. Мало того, всю свою трудовую деятельность, так скажем, врачебную деятельность, они постоянно учатся. Не бывает ни одного дня, месяца, года, чтобы врач не проходил обучение в той или иной форме. Это либо опыт в приеме пациентов и коллегиального обсуждения. Это обязательная сертификация наших специалистов раз в пять лет, которая проходила ранее для подтверждения уровня квалификации и допуска к медицинской деятельности. Это наше федеральное законодательство. Сейчас начался процесс так называемой аккредитации врачей. То есть, если раньше мы раз в пять лет направляли специалиста на повышение квалификации, он на следующие пять лет подтверждал свой уровень, то сейчас по некоторым специальностям в настоящий момент, по некоторым в течение последующего времени, последующих лет введена система аккредитации. Это постоянное повышение квалификации с набором так называемых баллов. То есть, посещение каких-то врачебных сообществ, конференций, семинаров дает определенное количество баллов врачу, который по окончании определенного периода, а пока он установлен по основным специальностям, подчеркну, тоже пять лет, должен набрать определенное количество баллов, чтобы на следующий период врач имел допуск к работе. Хочу подчеркнуть, что, возвращаясь к предыдущему вопросу, что государственные клиники очень четко следят за наличием сертификатов у врачей, и не допускать до своей работы коллег, которые не подтвердили свой уровень, ну, так скажем, не прошли сертификацию. А у врачей-то времени не хватает? Пациентов, вот вы сейчас рассказали, они проходят, а пациентов-то хватает? Потому что я понимаю, что из документации работы серьезная хватает времени на пациентов, врачей? Конечно, не то, что хватает, а это обучение, я еще раз повторюсь, оно идет и во время работы, то есть, ну, это нельзя сказать, что вместо приема пациентов, можно потратить час, два, три в неделю, да, в зависимости от специальности врачей, направления его работы для изучения литературы, да, либо для просмотра каких-то семинаров, либо даже для посещения конференций, да, один день в месяц можно выделить для себя. И на самом деле все врачи это делают. Они, каждый из них, кто работает, входит в то или иное врачебное общество, в основном по направлению, да, хирургия, терапия, кардиология и так далее, те, которые есть. И все время повышает свою квалификацию. Ну, как бы время это такая вещь такая, которую каждый для себя решает, да, но тот, кто работает и это делает, у него хватает времени, потому что мы можем сказать по, опять же, своим специалистам, по своему кадровому составу, да, что больше чем 350 врачей у нас сейчас в объединении после первого этапа, и каждый из них находит время без ущерба для пациента на пройти соответствующую повышение квалификации. Я так полагаю, что вот эта реорганизация, она поможет также, возможно, организовать какие-то консилиумы, да, по конкретным моментам. То есть это же тоже способствует такому, ну, всестороннему, да, процессу, допустим, лечения, исследования, той же диагностики. То есть врачи между собой, столкнувшись с определенной какой-то ситуацией, наверное, вот если уж мы говорим о том, что объединение происходит, они могут консилиумы собираться? Мы сейчас говорим с вами о том, о чем я говорил, как третий, наверное, показатель организации, это качество. Безусловно, в врачебном сообществе, да, консилиумы по решению нескольких врачей, которые мы называем консилиум, это одна из основных форм работы, потому что там одна голова хорошо, а несколько лучше. Конечно, сейчас любые коллеги между собой, они раньше даже бывали незнакомы, да, с коллегами, которые работали в другом учреждении сейчас, это единое целое. Мы работаем одной командой. Начиная от второй Щелковской больницы, да, которая имеет хирургический профиль, продолжая бывшей первой больнице, которая имеет терапевтический, неврологический профиль, и вплоть до филиала Фрианова, да, который в силу своей отдаленности, да, имеет состав их хирургический, терапевтический, между собой коллеги общаются, принимают решения. У нас молодая команда собралась, коллег, которые управляют медицинской деятельностью, заместители по медицине. Вот, поэтому он, безусловно, повышает качество и абсолютно верно заметит. Еще очень важный момент. Пациента все-таки при, скажем так, нахождении в больнице очень важно находиться в комфортных условиях, да, и, так сказать, в отремонтированном хорошем здании. Вот эти ремонты, которые шли, да, на протяжении вот 2019 года, во многих учреждениях они завершены. Наверное, об этом поговорим. Насколько сегодня пациентам комфортно, удобно пребывать в тех же стационарных отделениях? Ну, общаясь с жителями, а ко мне они приходят зачастую немного, все замечают в том, что учреждения преобразились. То, что было 3-4 года назад, и то, что мы имеем уже в 2020 году, да, это абсолютно крайне, да, противоположенная вещь. Удобство пациентов для нас сейчас – одно из самых главных вещей, естественно, после профессионализма наших докторов и медицинских работников, которые оказывают помощь. Потому что у нас время такое. Все начинают к этому привыкнуть, это абсолютно нормально. Мы это понимаем и проводим капитальные ремонты не только снаружи, как мы можем заметить на больничном комплексе на улице Парковой, так и внутри. Мы стараемся при проведении этих ремонтов уже учитывать размещение в палатах не по 6-7 мест, которые было раньше, а делать палаты максимум двухместные, ну, в зависимости от конструктива здания, да, с удобствами, то есть душ, санитарная комната на два блока. То есть мы, грубо говоря, эту большую палату превращаем в две маломестные палаты со своим санитарным блоком при ремонте. На настоящий момент из учреждений, которые вошли у нас в объединение, нам удалось провести ремонты при поддержке правительства, при поддержке Минздрава в больничном комплексе по улице Парковой. Это корпус, где расположено травматологическое и урологическое отделение. Это первый этаж хирургического корпуса, где расположено наше приемное отделение. Это корпус лечебный, где расположено отделение офтальмологии и оториноварингологии. Это частичный ремонт нашей поликлиники, которая была у нас. Если мы берем первую больницу, удалось отремонтировать педиатрическое отделение полностью, Хочет, чтобы детки пребывали в комфортных условиях, в том числе совместно с родителями, потому что это лечение предполагает совместное пребывание. Удалось частично пока в рамках аварийных работ начать эти работы в филиале Хрянова. Но в 2020 году, если мы уже говорим о планах, то мы готовим проектно-сметную документацию для окончания ремонта всех корпусов на территории больничного городка Парковая, на территории бывшей первой больницы и в поселке Хрянова. То есть практически все объекты в 2020 году у нас охвачены подготовкой проектной документации для последующего уже проведения непосредственных ремонтов. Если мы говорим о наших коллегах, в городском округе Лосино-Петровске, там и настоящий момент проводится капитальный ремонт стационарного здания. Надеемся в этом году его завершить с тем, о чем я говорил, с маломестными палатами, с комфортными холлами, зонами ожидания, с работающей системой вентиляции должным образом, потому что маловажно. С современным приемным блоком для удобства наших пациентов. Остается только надеяться, что люди действительно будут проходить лечение в комфортных условиях. Мест в палате будет хватать всем и, так сказать, жалоб на это никаких не будет. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, ну а после узнаем, какое же тяжелое оборудование поступило в больнице и какие специалисты сегодня наиболее востребованы в медицинской сфере. Не переключайтесь, скоро вернемся. Возвращаемся в студию и я напоминаю, что сегодня общаемся с директором Щелковской областной больницы Дмитрием Логиновым. И позвонить, задать вопрос, вы можете по телефону 714-40-714-50. Продолжаем обсуждать очень важную и актуальную тему, это медицина. И конкретно переходим к так называемому тяжелому оборудованию. Что же это такое, куда его привезли и сколько? Ну, начнем с того, что в 2019 году силами правительства Московской области были беспрецедентны меры по поставкам нового так называемого тяжелого оборудования в медицинские организации. И если мы берем городское округ Щелково и наше уже объединение, то тяжелое оборудование, это оборудование считается рентген-диагностическое, ультразвуковое, томографическое, но у нас это все есть, мы получили 6 единиц. Томограф? Нет. Я сейчас объясню. Это флюорограф, новый цифровой флюорограф в отделении на улице Заводская. Это маммограф и рентгеновский аппарат в бывшей поликлинике номер 1 на улице Фрунзе. Это новый цифровой маммограф в поликлинике на улице Парковая. Это рентген-диагностическое оборудование нашего стационара в больничном городке на улице Парковая. Рентген-диагностический цифровой комплекс в травматологическом отделении. Беспрецедентные меры приняты. Мало того, если мы говорим не только о тяжелом оборудовании, а о медицинском оборудовании в общем, то наша больница в этом году получила 4 единицы эндоскопического оборудования. Эхокардиографическое оборудование, ультразвуковое оборудование, обычные аппараты ЭКГ, аппараты и средства для отделения анестезиологии, реанимации, дыхательной аппаратуры, мониторы свежения состояния здоровья пациента. Это оснащение диагностического отделения в первой больнице холтеровским оборудованием, оборудованием для холтеровского мониторирования. И эта сумма, а оборудование поставлено больше, чем на 230 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, я не помню такого, чтобы в таком объеме была поставка медицинского оборудования. Опять же, если мы возвращаемся к тяжелому оборудованию, хочется подчеркнуть, что первое, это оборудование цифровое. То есть мы уходим от этих вредных пленок, проявителей и так далее. Второе, что самое главное, это сеть цифрового оборудования уже, ну, сейчас частично, а в последующем полностью объединена в единый цифровой контур, который подключен на специальные консультационные так называемые хабы. Или, ну, принцип второго мнения. Что это значит? Врач-ангенолог в своей работе, да, ну, во-первых, не всегда может корректно что-то сделать в силу особенностей пациента. И он может запросить второе мнение. То есть по электронным каналам связи эти данные, да, рентгеновских обследований в цифровом виде передаются на сервер, и второй врач описывает и выдают результаты пациенту. То есть это некое совещание такое, да? Это так, легиальность, про которую мы с вами и говорим, принцип второго мнения. Вот, конечно, наши затраты, мы не можем о них не говорить, потому что это финансовые средства уменьшаются в разы, отсутствие пленки практически полностью. Хотя у нас есть возможность с помощью цифровых принтеров вводить изображения на пленки специальные, потому что некоторым пациентам для последующих консультаций эти пленки необходимы. Но в основном это цифровое изображение, которое, мало того, по внутренним системам передается врачам напрямую в ординаторские, либо в кабинеты. Что это значит? Пациент сделал обследование, и данные этих снимков в цифровом виде переданы на рабочее место врача. Пациенту не надо носить с собой никаких бумажек, не медсестрам носить эти снимки коллегам на этаже его отделения, либо даже в другой корпус, а просто открывая специализированную систему, врач может посмотреть результаты тех или иных обследов. Остается сказать, до чего техника дошла. Да. Прамечательно. Но если все так, то я думаю, что большой прорыв. Звоночек у нас поступил в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вопрос. Меня зовут Елена. Я из поселка многодетных семей Вафрянова. Хотела бы задать вопрос. Дмитрий Юрьевич, могу ли я пройти и где могу пройти? Мамакрасии в нашем поселке или районе? Благодарю за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, если вы живете в поселке Вафрянова, вы знаете вашу больницу. Это филиал Вафряновский. Первое учреждение, где вы можете пройти, это именно там. В филиале Вафряновский. В часы работы этого оборудования. А сейчас оно работает ежедневно с 8 до 8, плюс по субботним дням. То есть, если вы заняты в рабочей, да, это можно делать в субботу. Если вы находитесь на территории нашего округа, на сегодняшний день с учетом установки этого нового полученного оборудования, вы можете это сделать на улице Парковая, дом 8, бывшей поликлиники номер 2. А со 2 февраля, извините, вы можете это сделать также на улице Фронзе, дом 1, бывшей первой поликлиники. У нас в районе, мало того, кроме этих аппаратов маммографических исследований, маммограф есть в нашем новом перинатальном центре, где вы также можете пройти это обследование. Да, я предполагаю, что этот вопрос был связан с незначительными затруднениями в предыдущие периоды по проведению этих исследований. Но благодаря той программе, которую мы раньше обсудили по поставке тяжелого оборудования, мы сделали это исследование абсолютно доступным. Мало того, это исследование можно пройти в день обращения. Еще, наверное, важный момент, как говорится, оборудование и оборудованием, но работает с ним человек, в первую очередь специалист. И хочется попасть к человеку, который знает это оборудование и не просто знает, а хорошо умеет диагностировать, хорошо умеет понимать, что происходит. Не просто сделать снимок, а проанализировать и разобраться в ситуации. Как сегодня обстоит дело с привлечением квалифицированных кадров, где их хватает, каких специалистов, возможно, не хватает и как вы работаете над привлечением специалистов? Никогда не будет хватать врачей. Это определенная специальность, которой никогда не будет хватать. Но, безусловно, мы принимаем все меры для обеспечения полного профессионального и квалифицированного кадра. Мы говорили о системе сертификации всех врачей. По поводу привлечения. Если мы говорим по итогам 2019 года, нам удалось привлечь 36 специалистов разных. И в стационарное звено, и в первичное звено. Но поскольку жители в основном сталкиваются с первичным звеном, то это врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые. В Щелковском городском округе, я имею в виду сейчас не весь округ, к сожалению, поскольку нужно еще работать, а город Щелково. Нет вопросов в доступности к этим специалистам. Ни к педиатрам, ни к участковым врачам. Какие-то более узконаправленные специалисты? По узконаправленным специальностям удалось укомплектовать, пригласить коллег врачей-эндокринологов, врача-кардиолога, врача-пульмонолога. Привлечь, правда, на неполный рабочий день, к сожалению, из-за особенности врача-аллерголога. То есть основные специальности врачебные и специалисты достаточно высокого уровня привлечены и работают в наших медицинских организациях. Если все-таки человек, допустим, обратился к тому же аллергологу, а он вдруг не может принять или что-то, то возможно получить какое-то направление или что-то еще, чтобы человек мог попасть к этому специалисту, допустим, в другое место куда-то? Ну, безусловно, это та же система записи электронной, которую мы имеем, то есть направляя пациента врач-терапевту ческовый, направляет по так называемой системе врач-врач. Что это значит? Пациенты могут попасть непосредственно в прием, то есть записаться самим, к определенным специальностям врачей, не ко всем, поскольку необходим в основном прием врача-терапевта для определения направления дальнейшей диагностики либо дальнейшего лечения. Основные записи, основные специальности врачей, к которым может пациент записаться, это терапевт-педиатр, это уролог, это хирург, это врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог. Остальные врачи-специалисты необходимо консультировать этих врачей для соответствующего направления. И если специалист считает, что необходима консультация лирголога, он по системе врач-врача своего кабинета сразу же записывает пациента. Вернусь к тому же, что да, бывает такое, что невозможно сразу записаться, тогда пациент попадает в лист ожиданий и в течение двух-трех рабочих дней получает определенную четкую дату и время своего приема соответствующим специалистам. В общем, в целом все как-то так упрощается с одной стороны, делается для того, чтобы человеку было комфортно все-таки получить услугу и получить полную квалифицированную помощь специалисту. Главное, как говорится, попасть к хорошему специалисту, либо к педиатру, либо к терапевту, ну и дальше уже, чтобы человек все-таки понял, действительно, какого рода помощь конкретному пациенту нужна. И раз уж мы так вступили в год 2020, и второй этап этой реорганизации начался, уже продолжается, я так понимаю, давайте о нем поговорим. Какие еще учреждения будут присоединены и что будет делаться? Давайте про второй этап. Это присоединение к нашей уже Щелковской больнице, больнице в Монино. Это в основном детская больница с инфекционными и педиатрическими койками, в основном и поликлиника. Это участковая больница села Трубино. Это наши поликлиники без коечного фонда, который мы имеем в округе поликлиника в поселке Светловский, третья и четвертая городские поликлиники города Щелково, амбулатория в городе Медвежье озеро. Мы надеемся, что к концу марта все эти учреждения станут неотъемлемой частью нашего Щелковской областной больницы. И что будет там происходить? То есть там ремонт, опородион, то есть расскажите, те мероприятия, которые мы сейчас проводим в рамках уже объединенного учреждения, будут начинаться либо продолжаться, в том числе и в тех учреждениях, которые присоединятся. Сейчас говорить и планировать о том, что конкретно в поликлинике Загорянской будет проводить ремонт, это неправильно, поскольку нам нужно оценить необходимость, объем и после этого начинать работу. Но я хочу сказать, что помимо того, что Щелковская областная больница получала оборудование, коллеги, уже присоединяемые на втором этапе, тоже в этом году получали оборудование. Поэтому они приходят не просто как объекты, они приходят как сформированные филиалы. И я уверен, что доступность для жителей, прикрепленных к этим поликлиникам, будет только улучшаться. Хотя на самом деле и сейчас, в настоящий момент, она удовлетворительная. Я, насколько понимаю, все-таки мы говорим о конкретном подчинении всей сферы медицинской непосредственно Московской области. То есть декурирует вас Московская область. И как происходит вот это взаимодействие и это понимание того, что нужно, на какие акценты усилить. То есть я знаю, что депутат областной думы Шапкин приезжает регулярно. И от Совета депутатов есть наблюдающие за тем, как обстоит дело. Вот этот процесс налажен? Плотно налажен? Вы знаете, за период моей работы, сколько я работаю в этой больнице, и потом в объединенные, ни разу обращение ни в Совет депутатов, ни к депутатам Московской областной думы не осталось без внимания и реакции. Я очень благодарен коллегам за то, что они чутко и быстро реагируют на те проблемы, которые у нас появляются и которые мы совместно с Министерством здравоохранения решаем, но и с помощью, в том числе, и депутатов того или иного уровня. Если мы берем Совет депутатов городского круга Щелково, это уже, наверное, будет третий визит в ближайшее время с докладом о состоянии здравоохранения, чтобы коллеги тоже понимали, куда мы идем, и прикладывали какие-то свои усилия и ту помощь оказывали, которая до этого тоже была. Если мы говорим про областную дому, там господин Шапкин, несколько раз в месяц встречаемся, абсолютно болеющий за медицину человек, который очень хорошо разбирается в проблемах, чувствует их, может предсказать и дать не только пути решения в качестве совета или слов, но и делом. То есть помощь очень-очень большая со всех сторон. Мало того, что коллеги из администрации участвуют в работе, активно помогают. Мы абсолютно нашли общий язык со всеми, которые там руководят или курируют социальную сферу. Я думаю, что это и жители чувствуют, потому что это можно судить по обращению. Если мы раньше имели по 30-40 обращений в день, то сейчас 40 месяц уже на объединенные учреждения, я имею в виду обращения с какими-то нерешенными проблемами. Это уже для нас много, и мы начинаем разбираться, в каком месте мы, может быть, не дорабатываем, может быть, упустили, а может быть, что-то случилось с внешними факторами, что жители вынуждены обращаются. Это, на мой взгляд, очень значимо показать. Да, наверное, это важно понимать, что, скажем так, все держится на контроле, все поддерживается, и нет равнодушия со всех сторон, потому что тема все-таки действительно нужная людям и очень актуальная. Есть еще момент такой, так называемой диспансеризации, это некая профилактика все-таки, я думаю, что сегодня ей тоже уделяется огромное значение, в том числе и с точки зрения здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, знаю, что предоставляете такие тоже услуги, как это все проходит, как человеку, как гражданину, как жителю округа пройти диспансеризацию? В 2020 году каждый человек, я считаю, даже должен пройти эту диспансеризацию, чтобы понимать, чтобы выявить своевременно те факторы риска его здоровья, чтобы их своевременно устранить без последствий. Как ее пройти? В медицинской организации, которую пациент, житель, в данном случае, выбрал для оказания медицинской помощи, есть кабинет профилактики, в которую человек может обратиться, заполнить анкету, сдав минимальные анализы и получив консультацию терапевта, определить факторы риска, которые у него присутствуют на основании этих элементарных обследований. И после этого, если эти факторы подтверждены как заболевание, либо начинающее заболевание, быть направленным к определенному специалисту в соответствии с выявленными у него проблемами. Еще раз повторюсь, любой житель любого возраста может обращаться в отделение профилактики. Мало того, мы организовали специальные дни для работающего населения, потому что понимаем, что человек работающий уезжает рано, приезжает поздно. Это работа службы диспансеризации по субботним дням. На нашем сайте, на сайте Минздрава можно найти эту информацию, какие фериалы по каким субботам готовы проводить эту диспансеризацию. Фериалов очень много, я не думаю, что сейчас стоит останавливаться на конкретных днях. Но можно получить эту информацию и прийти в субботу, и пройти это экспресс-обследование. Это очень тоже важный момент. И для жителей, наверное, вот это понимание того, что сегодня в таком полновесном, полномерном масштабе для их удобства организуются. В том числе и такие моменты. И хочется как-то вспомнить такую историю и такие истории, когда раньше рассказывали, когда доктора, они были, люди работали в небольших пунктах оказания помощи, и всегда приходили, и неважно сколько было километров, и проходили, и приходили, и оказывали помощь. Вот эти небольшие пункты, как у них обстоят дела, насколько вы всю эту ситуацию знаете. И они же будут тоже присоединены в итоге, вот в эту большую областную. Там будет ли комфортно настолько же, видимо? Как раз послание, вернее, конференция под руководством губернатора, последняя, предполагает расширение функциональных возможностей тех пунктов, о которых вы говорите. Это першевские и кушевские пункты, которые находятся на территории. Остановлюсь немного другой формы. Это офисы врача общепрактики, которые тоже сейчас востребованы и приносят эффект. Если мы говорим про наш городской оборог, у нас еще сейчас два. Основной это в районе Богородский. В 2020 году сразу, наверное, секрет ни для кого не откроешь, что откроется такой же офис в микрорайоне Финский. Пациент для анализа, для прохождения того же скрининга, для консультации по каким-то заболеваниям обращается туда. Это доступно, это просто, это для пациента удобно. Те фельдшевские и кушевские пункты, которые расположены в сельских поселениях, так называемые ФАПы. У нас их сейчас в рамках объединения будет 16. Это достаточно большое количество. На каждом пункте мы расширим спектр предоставляемой помощи не только в рамках консультации фельдшера, а в том числе и забора материала для анализа. И в части, где есть возможность, у нас есть вновь построены эти пункты, организуем стационары дневного пребывания, чтобы пациенты не ездили в бывшей поликлинике или группной, а проходили необходимое уже лечение по назначениям именно в этих пунктах. Внимание этому сейчас огромное. Идет работа по формированию проекта в Министерстве здравоохранения по формированию проекта строительства и капитальных ремонтов до 2024 года. Огромный проект. Я думаю, что наши объекты, которые нуждаются в этом, а у нас так и есть, тоже войдут в эту программу. И мы получим светлые, хорошие, оснащенные фельдшеско-акушевские пункты у себя в том числе. Ну, дай Бог, чтобы в сфере медицины, в сфере здравоохранения нас ждали только действительно самые светлые и положительные моменты. Я благодарю вас за сегодняшнюю содержательную беседу и надеюсь, что нашим жителям было полезно узнать, что же происходит в сфере здравоохранения в нашем городском округе. И, в общем-то, приходите, если возникают проблемы, и знать, что вас ждут квалифицированные специалисты и современное оборудование. Это была программа «Диалог». До новых встреч. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова